Я должен сказать, что мы сегодня сыграли так, как мы сыграли. Ребята старались, но ничего возможно получилось. Есть над чем работать, будем работать. Хороший матч, разобрали противника хорошо, ребята молодцы, сегодня была ненужная самодача. Должны отметить, конечно, атмосферу на стадионе. Болельщикам спасибо за такую хорошую поддержку. Ну и ребятам тоже. У нас довольно-таки много ребят сегодня вышли, скажем так, с небольшими повреждениями. Некоторые ребята получали травмы, шли, зашивались, выходили играть. Им огромное спасибо за этот характер, за самодачу. Сыграли хороший матч. Спасибо. Сыграли, пожалуйста, вопрос. Представьтесь, не забываем. Ты говоришь, словите, что травма или нет? Нет, нет. Мы играли в шесть взрослых защитников, скажем так, вышли другие. Можно, пожалуйста, будем понимать, но то, что игра получилась такая жесткая, агрессивная, буквально на грани, это была установка команды или это судьи немножко допустили? Не знаю. Я уже сказал, что мы играли так, как могли играть. Это борьба. Жестко встык, давали только установку в команде перед матчем? Нет, конечно. Потому что Свитов был виден, что несколько раз прям именно агрессивно шел в момент, в первом эпизоде. Кто? Свитов, Свитов. Ну, это он не агрессивно шел. Вы видите, когда он агрессивно шел? Да? Свитов, Владимир Владимирович, а что скажете по поводу внезапутанного гола? Да ничего не буду говорить. Вы там челлендж попросили, да? Да. А если бы была возможность на первый гол торпеды, просили бы челлендж? Что-что? На первый гол торпеды просили бы челлендж или нет? Если такая возможность у вас поставила. А какой первый гол? Потому что торпеда забила вам. Ну, забила. У вас там не было вопросов. У меня никаких вопросов. Скажите, то, что Семин после травмы, после того, как ушел в раздевалку, вышел, это необходимость из-за дефицита игроков или такой настрой может быть Семина? Ну, скажем так, у нас ребята, я уже говорил, те, кто могли, те, все играли, вышли. Кто-то на уколах, тот же Кулемин получил удары, он вышел на уколах, сыграл второй-третий период. Но у нас, мне нравится, когда у нас такой коллектив, когда ребята рвутся бой. Можно, конечно, было не выходить, но Сема молодец, он вышел и сыграл, остаток матча сыграл здорово. А вы сказали, что зашивались. Это как раз в отношении Семина? Да. Сегодня появился в составе Потапов, у которого времени выхода после травмы началось 21 декабря. С чем это связано? Ну, опять же, я повторюсь, не только Леха, Леха один из тех, но не только Леха вышли на этот матч. Скажем так, может быть, не совсем до конца здорово. Вышли сыграли, это последний матч перед перерывом, против хорошего соперника. Мы хотели посмотреть, на что мы способны. То есть, опять ли, сейчас паузу какая-то князя кстати получилась в команде? У нас есть над чем работать, скажем так. У нас игра в неравных составах, это заставляет желать лучшего. Алисентула Хайдарович, еще один момент. Сегодня не играл у вас Азиведа. Насколько это сказалось на игре вашей команды? Может, потому и не забросили? Нет. Ребята старались, ребята делали то, что могли, и у меня нет такого чувства. А отсутствие Азиведа, насколько для вас это проблема? Ну, игрок, который, в принципе, должен забивать, но сказать, что мы из-за него не забили и проиграли, я не могу такого сказать. А по поводу того эпизода, когда вы его дисклифицировали, какие-то санкции будут к нему? Или там, в принципе, просто играл момент, как вы считаете? Ну, по-моему, его штрафовали. Но эта лига штрафовала? Ну, я там такого ничего не видел. Я не смотрел, честно говоря, что там было. Я видел то, что они там сцепились, там упали. А уж как оценили, так оценили ситуацию. То есть у страны клуба дополнительных санкций к игроку никаких нет? Нет. Петрис грядет в Кубок Первого канала, от Топеда туда попал в расширенный список Осипов. Как вы оцениваете шансы Максима попасть в основной состав сборной России? Ну, я не оцениваю. Это сделает тренерский штаб сборной. Я рад за Макса, потому что я с ней вместе 4 года. Начинали вместе. И она, скажем так, растет на глазах. Вот тот парень, который вкладывает в себя, не только когда идет, скажем так, командные занятия, да, но он еще много лет там работает самостоятельно. Поэтому очень рад за него. Продолжение следует...